Всем привет! 100 лет Неву Перископа и, наконец-то, трансляция. Давненько, 100 лет уже не проводил на данном аккаунте Перископчики, и, соответственно, сегодня вот настал тот самый день, когда у нас трансляция пошла. Итак, давайте проверим активность, кто вообще живой, кто здоровый и активный. И ткните пальцем по вашему смартфону и покажите вашу активность в виде сердечек. Отлично! Можете написать также в комментариях. Сегодня я буду вам рассказывать о том, как можно заработать на YouTube, если у вас нет профессионального оборудования, если у вас нет большого количества денег и так далее. Вот я вижу первый вопрос от Виталика, как выбрать тематику. До этого был вопрос по поводу выбора камеры и так далее. Обо всем об этом буду постепенно разбирать, рассказывать, говорить, но, в общем, сначала ближе к теме. Так вот, самый на текущий момент, по моему мнению, простой вариант заработать на YouTube, это начать снимать видео в стиле мнения человека со стороны. Этот метод еще мало распространен у нас в России, и, соответственно, он имеет высокий потенциал. К примеру, очень простой момент. Произошло какое-то событие. Праздник 9 мая. Вы включаете камеру. Что я думаю по поводу 9 мая 2016 года. И все. Включили камеру. Это может быть веб-камера, это может быть камера на мобильном телефоне. И просто высказываете свое мнение. Загружаете на YouTube. Прописываете заголовки, описание теги, и вуаля, пошла какая-то активность. Другой вариант. Что-то интересное произошло. К примеру, недавно был в финале Лиги Чемпионов по футболу. Вы берете камеру, включаете. То есть, вы заранее должны эти моменты отслеживать. Это называется термин инфоповоды. И в России, ну, эта тема уже набирает постепенно обороты. Просто пока именно мало кто снимает свое лицо. То есть, как бы персонально, лично, вот как я сейчас с вами стою, таких вот людей мало. Поэтому, если вы будете просто тем самым человеком, можно сказать, простым парнем или простой девчонкой, которая стоит и высказывает свое мнение по поводу разных ситуаций, которые в мире происходят, это будет хорошо заходить. То есть, вы таким образом получите первый опыт продвижения на YouTube. Из учетом того, что вы будете снимать именно по тем темам, которые реально форсятся, то есть, которые реально люди обсуждают, то у вас, безусловно, все пойдет вверх, как идут вверх количество зрителей в моей трансляции. Так вот, можно вот этот же принцип того, что вы снимаете про именно инфоповоды, скажем, в спорте, в моде или в другой категории, которая вам близка по духу, в которой вы, возможно, питаете страсть, вы можете этот алгоритм применять. То есть, получается, если вы любите, скажем, футбол, то в футболе всегда происходят какие-то события. То есть, один футболист переходит из одного клуба в другой, тренер меняется, какой-то матч намечается и так далее. И, соответственно, вы можете свое мнение просто по этому поводу высказывать. То есть, не нужно никаких там контент-планов мощных придумывать. Не нужно голову ломать над тем, о чем, блин, мне снять. И, соответственно, когда у вас уже пойдут просмотры, потому что вы будете обсуждать именно те темы, которые активно форсятся, которые активно люди обсуждают, тогда вы можете уже работать над качеством. То есть, над качеством, над картинкой, над каким-то суперзвуком, над цветом, которого у меня в данный момент нету. Но это особо сильно не мешает. Я думаю, вам у меня нормально видно. Идея понятна. Кому идея понятна, ставим плюс в чат и просто разрываем чат. Сколько платят за один просмотр на ютубе? Нисколько за один просмотр не платят. Так тебе скажу. Так, прикольно. Рустам говорит. Не мешает. Отлично. Скучно? Скучно. Ну, пожалуйста, дружище, сходи в туалет, послушай звуки романтической музыки от природы и, соответственно, у тебя скукота пройдет. У меня вопрос. Через какое приложение редактировать? Так, через какое приложение? На смартфонах есть огромное количество переложений. Ну, вот iMovie в том числе я, допустим, тестировал. Если касаться этой компьютера, чаще всего я использую Sony Vegas. Так, на Mac. Если на Mac, то тоже можно Sony Vegas, ScreenFlow. Просто вот как слышишь, так забивай и найдешь. Так, я хочу серебряную кнопку. Поможешь? Вот что, слишком много вопросов тут за короткий период времени. Так, так, так. Сможешь помочь раскрутиться 3К подписчиков. Ребят, никаких бесплатной, никакой бесплатной помощи раскрутки нет. Поэтому ко мне с таким просьбой даже не обращайтесь. Сразу баню, сразу игнорю. Если вам нужна конкретно моя персональная помощь, вы можете записаться ко мне на персональную консультацию. Она стоит 3000 рублей в час. И я через скайп вам расскажу. Минимальное количество времени 30 минут. Да, тут я вижу, очень люди любят мою национальность. Поэтому я, соответственно, дружище, тебя тоже очень люблю. И в бан отправляю. Так, как платят по 100 просмотров? Так, 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 по 100 просмотров. За 100 просмотров вообще тебе ничего не заплатят, я так скажу. Так, салютику. Я из Белорецка. Отлично. Так ты почти земляк. Башкирия. Все дела. Поэтому земляку может быть скидка. Контакты есть у меня в описании профиля. Так, мне не было ответа. Говорит Сережка С. Напиши свой... Еще раз вопрос продублируй. Потому что вопросов слишком много. Все-таки это очень быстро меняется. Поэтому пропустил. А за 40 тысяч просмотров как платят? За 40 тысяч просмотров тебе не заплатят, если у тебя не включена монетизация видеоролики. Если ты не получил партнерку от Ютуба, то, соответственно, тебе никто ничего не заплатит, если ты, конечно, что-то не продаешь сама. То есть, к примеру, если ты снимаешь видео там о каких-то домах, да, делаешь обзоры домов и при этом говоришь, ребята, если хотите, чтобы я вам построил, построила или построил дом, то обращайтесь ко мне. Ссылки находятся в описании к данному видеоролику. Найдите меня в ВКонтакте. И я вам построю дом, скажем, за 2 миллиона. Так, у меня, говорит, 250К просмотров и 15 долларов. Но это, скорее всего, тематика плохая. Вот человек, который написал, напиши, пожалуйста, что за у тебя тематика была, почему так произошло. Миллион просмотров, 4 тысячи платят. Ну, это, опять-таки, какие-то странные цифры. У меня минимальная планка в разных нишах, которую я видел. Минимум финансовый, который был, это 10 тысяч рублей за миллион просмотров. Но это игровая детская тематика такая, ну, самая, можно сказать, распространенная. Там рекламодателей особо много нет. Отлично. Так, у нас 278 живых уже чувачков осталось. Я знаю, я видел твой вопрос, Сереж, по поводу партнерства на YouTube. Расскажи свою историю. Там очень просто все происходит. Тебе нужно набрать первые хотя бы пару сотен подписчиков. Далее, твоему каналу должно быть хотя бы 2 месяца. Да, тут я вижу, я очень понравился человечку одному. Давай, я тебя тоже люблю, в банчиках добавляю. У тебя должно быть канал 2 месяца. Больше месяца. Минимум. Лучше 2 месяца. И у тебя на канале должно быть минимум 30 видеороликов. Вот. Все. Как только ты достиг вот этих всех параметров ключевых, которые я тебе сказал, ты подаешь заявку на получение партнерской программы. Можешь написать список проверенных медиа-сетей или можешь написать просто запрос в Яндексе «Медиа-сеть AIR», «Медиа-сеть ВСП». И в результате у тебя что получается? Ты подаешь заявку, тебе заявку одобряют, ты монетизацию видеоролики включаешь, и у тебя доход начинает расти. Так, я думаю, феромир по 4 тысячи долларов в месяц получает. Я думаю, больше он получает, так что ты недооцениваешь своего феромирчика. Добрейший вечерочек. Так, ТСекс. По поводу секса не по адресу. Так, про это все знал, говорит. Нафц25 какой-то. Ну, короче, у нас тут в чате, как обычно, часть комментариев адекватная, часть вообще не по теме. Куда день, где они перечисляют? Деньги перечисляют они либо на карту, либо на веб-мани, и, соответственно, ты их получаешь удобным тебе способом. Там, как правило, несколько способов, 3-4 бывают у них способы. Я получаю на карту, и все четко. Но, опять-таки, не нужно питать иллюзии. Больших денег за просмотры, что вы не получите, потому что вы начинающий видеоблокер. Чтобы получать большие деньги, должна работать либо команда, либо у вас должна быть какая-то охренительная харизма просто, что вас просто бешеное количество людей смотрят и, соответственно, вот не могут не смотреть вас, что вы просто бешено людей цепляете, они на вас подсаживаются и, соответственно, смотрят. 320 человек в онлайне я вижу. Так, автообзоры популярны. Автообзоры – одна из самых популярных тематик. Но если ты сам по себе скучный, неинтересный, вялый, тухлый, то, соответственно, тебя не будут смотреть. Поэтому тебе нужно сначала себя прокачать, подумать над форматом, чтобы ты был каким-то оригинальным, отличался от других людей и так далее. Сколько ты получаешь? Достаточно, чтобы не работать по найму и чтобы обеспечить себя, свою семью и так далее. Когда я раскручусь, мы сфоткаемся. Ахахаха! Да, конечно! Ты можешь прямо сейчас взять и сфоткаться. Так. Снимай тверк, через минуту подписывайтесь. Да никому тверк не нужен, найти задницы на ютубе просто тьма. Поэтому ты не по адресу, дорогая, пришла. Ахаха! Так, что ты сам снимаешь? Есть на мой канал ссылка в профиле, поэтому можно спокойно взять, перейти и посмотреть, о чем я снимаю. Я, как правило, анализирую каналы, которые успешно выстреливали, И, соответственно, у которых есть история развития Я раскладываю, рассказываю, как этот канал развивался Какие были фишки, хитрости, тонкости, нюансы На ютубе я давно начинал свою карьеру аж в далеком 2011 году Когда ютуб еще не был тем коммерческим инструментом, которым он сейчас является Так, а что же стекуляция у тебя? Она у меня вполне развита Так, 230 человек у нас, эфир постепенно уменьшается Вопросы кончаются Еще у кого какие есть вопросы по ютубу Пока я вижу ваши лайки, вижу какие-то непонятные значки Тут это что, ИГИЛ что ли, пропаганда и так далее Сколько подписчиков у тебя сейчас на канале? На основном 54 тысячи Это хорошая цифра для независимого канала, для взрослой аудитории В чем твои услуги? Большинство у меня услуг консультационные То есть я составляю стратегию контент-плана О чем человеку снимать, чтобы он раскрутился Также показываю, делаю аудит канала Рассказываю, где есть недостатки, где есть достоинства Что можно улучшить, что можно докрутить И канал начинает расти По статистике 90% людей, которые проходили консультации и начинали внедрять У них идет рост минимум на 30% Максимальный рост был там в 1000% Канал называется Ильдар Гузаиров Можешь загуглить и найти Ролики по 2 минуты будут монетизироваться? Будут, но очень слабо Увидел такой вопрос Поэтому сразу говорю Что за жесть творится на Ютубе, о котором ты а сама тоже рассказываешь? Ну, жесть это как раз таки вот эти всякие там фиромирчики Это всякие там карины стримерши Это, ну, грубо говоря, это все такие дети, подростки Которые на Ютубе делают вот эти какие-то сенсации Делают, ну, по сути дела, Дом-2 делают на Ютубе Так, кто ты по нации? Вот этот вопрос вообще всех так беспокоит Честно, это вообще не имеет никакого значения Я чистокровный русский Неужели не видно, что я просто чистейший русский? Ильдар, даже имя Ильдар это исконно русское Загуглите, не вру Зуб даю Какое оптимальное время в видео для развлекаловки? Для развлекаловки 3-5 минут 3-5 минут отлично зайдет В ЛС написал, отлично Я потом прочитаю после трансляции Так, что еще? У кого есть какие проблемы по Ютубу? Давайте, раз уж я про основной способ рассказал То давайте про какие проблемы Что у вас не получается с Ютубом? Поотвечаю на ваши вопросы Дети есть? Детей нету, но от тебя их тоже Я не жду, поэтому этот вопрос не в тему У меня проблемы Какие проблемы? Ильдар в переводе с немецкого Риц Да, отлично Хорошая шуточка Фильм не зашел Какой фильм? Камеру какую взять? 30К Я бы взял Canon 650D Который, собственно говоря, взял Тебе только 17, а ты уже спрашиваешь Есть ли у меня дети или нет Что с тобой не так? Так Вот проблема 15 долларов 250К просмотров Игровая тематика Почему доход такой маленький? Потому что рекламодателей сейчас Меньше стало Либо они остались на том же уровне А количество игровых каналов Оно безумно растет То есть любой школьник По сути дела Который плюс-минус прошаренный Он уже снимает свои видеоролики Понимаешь? Соответственно Он снимает видеоролики Этот снимает Этот, 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 этот У всех включена монетизация И, грубо говоря, бюджет рекламодателя Скажем, у него есть 1000 долларов в месяц У одного рекламодателя Он распиливается на вот эти все каналы И, соответственно, тебе достается малюсенький процент В игровой теме сейчас вообще кризис Ну, честно скажу То есть Реально денег меньше стало Ощутимо меньше у многих каналов Поэтому я бы тебе рекомендовал Либо тематику постепенно менять Либо находить крупных рекламодателей Для того, чтобы уже с ними как-то Ну, работать Хотя бы не крупных Хотя бы средних 55 тысяч совсем немного По сравнению с другими У всяких фиромеров Да, согласен Если бы я снимал для школьников У меня был миллион подписчиков Дружище Но мне школьники не нужны в комментариях Потому что они тупые И у них нет денег Вот и все А тема путешествий Тоже в перегрузке Нет, тема путешествий, кстати, очень хорошая И, но там просто трафика не так много То есть в теме путешествий Так же, как в моих, скажем, теме Я изначально вообще снимал про бизнес-идеи Там трафика немного То есть людей, взрослых И активных Их мало вообще в Ютубе Вам важно это понять Поэтому даже если у вас будет Хотя бы 50 тысяч подписчиков На канале по туризму Это привлечет к вам множество каналов И в том числе Я пока не читаю ваши сообщения Можете пока не читать Я пока просто рассказываю В том числе и продажи Сейлеры авиабилетов К примеру, авиасейлз К примеру Ну там другие есть В общем, названия с головы вылетели Ну в том числе Хотеллук и так далее В результате чего ты взял Что ты мне нравишься Ах Да Как найти рекламодателей Мамондо А сколько у тебя подписчиков на канале? Сколько у тебя в среднем видео набирают просмотр? Пам-пам-пам-пам Пам-пам-пам Привет Говорит Диана Так, 5 тысяч У тебя 5 тысяч подписчиков на канале Тебе не нужно искать рекламодателей Тебе нужно наращивать оборот 2 тысячи подписчиков Не нужно искать рекламодателей Наращивай оборот Не удивляйтесь, что я так активно как бы двигаюсь На камеру Потому что я это всегда делаю Когда я стою И это успокаивает Потому что когда ты просто статически стоишь Это как бы Ты тухнешь Рекламу можно продавать на 3К 3К, если у тебя Недвижимость Тематика Форекс Да, можно Если у тебя Игровая Нет Это не вариант На этом все Спасибо Пока-пока-пока-пока-пока Закругляемся Продолжение следует...